Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мисс Кит. Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. И сегодня у меня будет обзор покупок, которые я совершала за последнее время. И то, что я хочу вам показать. Наверное, для кого-то это будет видео по хвостушке, но для кого-то это может быть интересным и полезным. Так что заваривайте кружечку чая, берите что-нибудь вкусное, и я вас приглашаю к просмотру. Поехали смотреть корзину, что я себе приобрела. Ну что, начну с того, что в последнее время меня очень дико тянет на маски, и я не знаю, с чем это связано. У меня бывают периоды того, что я либо покупаю очень много геля для душа, то есть как бы вот помешанная на каких-то определенных покупках, когда меня что-то цепляет, и я начинаю что-то искать, я прям это вот начинаю скупать. И это касается не только косметики, это бывает даже немножко в других направлениях. Так что, ну так вот. И летом для себя я открыла, снова точнее открыла, один гель для душ, который меня дико удивил, впечатлил, понравился, и я себе его прикупила. И это гель для душа от Палмалиф. Да, Палмалиф у меня идет интенсивное увлажнение, это крем-гель с ароматом... Оливком? С оливком. И купила я себе его аж две штуки, две упаковки. В общем, девчонки, могу сказать одно, то что когда я летом им пользовалась, мне понравилось то, что, во-первых, у него не было никакого яркого какого-то аромата, иногда мне хочется вот пойти в душ и просто принять душ вот именно с чем-то абсолютно таким кремовым, нейтральным, ненавязчивым, не удушающим, никаким. То есть вот я человек настроения. Иногда мне хочется прям, чтобы в ванной пахло дико ванилью, орхидеей, еще какими-то ароматами, а иногда мне хочется просто прийти, принять душ, в чем... И чтобы принять душ, когда я выхожу, я просто пахла, простите меня, каким-то просто чистотой, просто каким-то вот кремушком. Вот этот вот гель-крем для душа, точнее, он мне дал именно это ощущение. Мне понравилось то, что нет ничего такого навязчивого, это просто аромат, знаете, вот... Вот просто чистого, чистого тела, когда я моюсь, мне просто понравилось ощущение чистого тела. Мне нравится универсальность этого геля для душа, крем-геля для душа в том, что им спокойно может пользоваться мой супруг. То есть он же не будет пользоваться моим гелем для душа от крем-гелем для душа, к примеру, с ароматом ванили, он это как бы нет. А вот такие вот смело может просто принять душ, и поэтому я, собственно говоря, взяла две упаковки по 250 мл, и я смело вам могу его тоже посоветовать купить. Замечательная вещь, которая мне очень сильно понравилась, и да, я рада, что я купила аж две упаковки. Следующее, что я себе приобрела, и это повторная покупка, то, что мне очень сильно понравилось, это вот такая вот упаковка, это, в общем, травяной бальзам для умывания Нур. У меня чешется, ну, я всегда, когда снимаю видео, у меня начинает чесаться сапатуха, так что как-то вот так вот. В общем, это бальзам Нур от Сибирского Здоровья, его здесь 80 мл, и это вещь, которая меня удивила осенью, понимаете? Вот бывает, иногда покупаешь какой-то продукт в уходе за собой, и он переворачивает впечатление о, допустим, вообще о каком-то продукте. Вот в этом случае так было с травяным бальзамом, то есть я вообще не знала, что такое травяной бальзам, и как этим вообще умываться. То есть я как бы в большей степени люблю умываться гелями для умывания, вот эти вот разные, которые идут направленно с борьбой с высыпанием, потому что у меня кожа склонна к высыпаниям. Если какой-то компонент мне не идет, у меня тут же начинаются высыпания, и, естественно, перед определенными женскими днями меня тоже может высыпать. То есть я человек, который целенаправленно всегда покупает средства для того, чтобы нейтрализовать бактерии на лице, чтобы не было никаких высыпаний. То есть вот что-то вот такое вот. И когда я, собственно говоря, взяла вот этот травяной бальзам в сибирском здоровье, мне его посоветовал, не поверите, мужчина. Вот для меня это был вообще нотсенс, когда я его первый раз купила, но когда советует мужчина, и ты на него так смотришь и думаешь, что серьезно, и он мне такой говорит, да, вы еще придете, вы его еще раз купите. И да, он прав, я пришла, я его повторно купила. В общем, этот бальзам, он у нас идет с ягодами, с сибирскими ягодами, с алоэ вера и гранулы жжабат. Тут у него вообще сумасшедшее содержание, тут у нас ягоды, это земляника, вишня, малина, жжималость, клюква, и также, как я уже сказала, алоэ вера и гранулы жжабат. Тут действительно этот бальзам, он с такими маленькими вкраплениями, который очень круто, мне понравилось умываться утром, мне нравилось, как он освежал, мне нравилось, как он очищал, мне нравилось, как он увлажнял. А после него не было стянутости, то есть не было ощущения того, что хочется нанести крем. Так как у меня кожа, она комбинированная и склонна к сухости, все-таки, да, у нее будет даже... У меня сейчас состояние кожи, вот именно в осенне-зимний период, она обезвожена, ей не хватает влаги. Несмотря на то, что я могу литрами пить воду, как-то у меня не получается, потому что, видимо, я постоянно просто борюсь с высыпаниями, и у меня вот это вот состояние кожи идет. Слушайте, я хотела за покупки, начала обуходить. Давай возвращаюсь к этому бальзаму. В общем, я его повторно купила, и я дико им довольна. Конечно же, оставлю видео где-то здесь о фаворитах осени. Обязательно посмотрите, там очень много интересных находок, которые я на себя открыла этой осенью. Так что повторно себе его купила, и я дико довольна, что он у меня сейчас есть в наличии. Также я не могла не купить себе, но тот, кто смотрит меня давно, кто уже знает, что я за человек, вы знаете, что я дико люблю глиняные маски. Ну вот, ну люблю я глиняные маски. Ой, я знаю, что сушит кожу, но я знаю, что после глиняных масок надо увлажнять кожу. Так что, девчонки, люблю, купила, и я ее буду постоянно покупать. То есть, как бы это продукт, который у меня не должен выводиться из моего косметического ухода за собой. То есть, глиняные маски я всегда покупаю, и в этот раз я себе снова купила. Повторная покупка была, я не знаю, под влиянием чего я себе купила, или ностальгия мне захотелось. В общем, я купила себе вот такую вот масочку от Organic Shop, и это у нас грязевая маска, органический экстракт ламинарии, грязь мертвого моря и минерала. На самом деле, это, знаете, вот та маска, которую я когда покупала, она мне, я не скажу, что это вау-маска, и она уберет вообще всю грязь с вашего лица, она здоровая, цвет лица, да, сделает супер-пупер. Но мне нравится вот эту маску делать именно тогда, нравилась точнее, когда я принимала ванну. Я вот ее наносила на себя, лежала 15 минут, 20 минут ванной, и она в этот момент действовала, я просто умывалась, и все. Дальнейший был свой уход. То есть, как бы, вот такая вот вещь, которая, в принципе, неплохая, она мне понравилась, я не скажу что-то о ней плохо. Я просто, когда была в магазине, у нас есть такой отдел, там продается все, там от жвачки до ракеты, такие какие-то всякие, знаете, вот, маленький абсолютно отделчик, но там вот есть органическая косметика, какая-то часть профессиональной косметики, декоративной косметики, и парфюм. Ну, если я говорю, маленькие девчонки отдел, там реально вот такой вот магазинчик, ты туда заходишь, и вот так вот просто на 360 градусов крутишься, и достаешь какие-то тебе эти все еще продукты. Вот эта вот штука лежала, в общем, внизу. Стоит она что-то в пределах 150 рублей, по-моему. Я его себе купила, 75 миллилитров, я ее еще не открывала, у меня сейчас есть, как вы знаете, от L'Etoile я буду тестить, маски для лица. Так что вот эту себе тоже купила, и в скором будущем о ней вам более подробно расскажу, так скажем, по свежим ощущениям. Так, ну что, а следующее, что я вам покажу, девчонки, вы знаете, вот мне жалко своего супруга, когда вот это вот он видит, он видит помешательство своей жене. Я вам сейчас просто быстренько вот так вот одним глазком покажу, а потом мы поэтапно покажем. Вот это вот все, девчонки, это я себе купила корейские маски. Не знаю, вот я не знаю, что случилось со мной, с учетом того, что я еще в прошлом году говорила, что тканевые маски для меня это что-то чуждое, и я не вижу смысла потратить такие деньги, покупать себе вот эту одноразовую маску для того, чтобы вот чего там она бы делала. Но вот в этом году, именно вот этим летом, мое мировоззрение немножко поменялось, и я сейчас, наверное, нахожусь на стадии того, что мне хочется все-таки вот это вот прорезюмировать, все попробовать, и потом сделать уже, наверное, в конце декабря. Я сниму видео и подведу итог тому, что нужны тканевые маски или не нужны. Но для того, чтобы сделать такой итог, мне хочется все-таки попробовать разный сегмент как-то, и чтобы уже можно было, может быть, даже отдельное видео сделать на тему того, что прорезюмировать тканевые маски, общее мнение о них. Если вам интересно будет такое видео, конечно же, дайте мне знать в комментариях, потому что, как бы, если вам неинтересно, смысл будет тогда мне об этом заморачиваться. Ну так вот, и в этот раз, когда, точнее в этом месяце, когда у меня был момент, когда я ходила по магазинам, и когда я встречала тканевые маски, я почему-то акцентировала свое внимание, помимо вообще таких масок, я решила все-таки к тканевой уйти. Первое, с чего хочу начать свой рассказ об этих тканевых масках, у меня на глаза попалась вот такая вот маска фирмы, которая называется Puruderma. Если вы с ней знакомы, девочки, дайте знать. В общем, это у нас идет патчи под глаза, коллагеновая маска для области вокруг глаз. Коллаген, я знаю то, что эта вещь вообще необходимая, но и по большому счету коллаген, он не впитывается, насколько вот я знаю. Коллаген это тот продукт, который организм должен, точнее тот микроэлемент, я не знаю, как назвать эту молекулу коллаген, которую мы сами должны делать, да, но как бы после 18 лет коллаген, количество коллагена как бы у нас вырабатывается все меньше и меньше. Ну так вот, а тут я увидела маски для патчи под глаза от фирмы вот этой вот Puruderma с коллагеном, и сейчас я вам скажу, это производство у нас кого? Республика, это корейская косметика, да, это Корея у нас, и в общем я решила себе и взять попробовать. На самом деле, интенсивный уход, и тут что нам производитель пишет, то, что интенсивный уход за областью вокруг глаз, обогащенный витамином Е, так, фитоколлагеном и экстрактом зеленого чая, улучшает кровообращение и бережно ухаживает за областью вокруг глаз. Интенсивно разглаживает морщинки, снимает отечность, устраняет темные круги под глазами. После первой же процедуры кожа становится упругой и гладкой. Ну, девчонки, от того, что я вечно страдаю тем, что мне хочется увлажнять кожу вокруг глаз, у меня вообще проблема с сухостью в зоне вот именно вот этой вот зоне под глазами, да, вот у меня это давным-давно, то есть как бы это еще с подросткового периода у меня это самая сухая зона на моем лице, и поэтому как бы для меня вот эта вот вещь интересная. Я решила попробовать взять, почему бы и нет, я такая думаю, как бы это, на компанию Skinlight я вообще дико обижена, и я как-нибудь, если вам интересно, почему, я тоже сниму видео, расскажу, болталку буду откровенно с вами максимально. Ну, так вот, взяла себе вот эти вот коллагеновые патчи под глаза, и, конечно же, вам о них тоже обязательно расскажу. Девчонки, стоили они, я не помню сколько, вот правда, не помню, но они не стоили каких-то заоблачных денег, они стоили что-то в пределах, по-моему, 200 рублей. Вот за 15 штук, девчонки, это, могу сказать, бюджетно, с учетом того, что есть патчи, вот на одно применение они стоят за 100 рублей. Следующая из этой же фирмы, тоже Породерм, я купила себе вот такую вот, вот такую коробочку, это самонагревающая увлажняющая маска. Как я говорила, у меня кожа, она всегда страдает обезвоживанием, я, в общем, решила себе ее купить, тоже это стоило что-то больше 200 рублей, насколько я помню, если интересно, конечно, цены. Если вам интересно, чтобы я озвучивала цены, девчонки, тоже дайте знать, мне тогда стоит смысл акцентировать внимание, может быть, чеки сохранить, либо подписывать продукты, чтобы вы знали. В общем, что это у нас такое? Это такая коробочка, и тут, вы знаете, коробка реально большая, вот я когда думала, какие-то большие сошетки будут, что-то такое, а по факту, девчонки, это вот такие вот малюшечки, на одно применение. В общем, тут три масочки, вес одной маски 6,2 грамма, и производитель нам пишет то, что ее нужно нанести на 60 секунд, и она тут же у нас должна нагреться и глубоко очистить поры, но при этом не должна пересушивать, а наоборот увлажнить кожу, и маска должна быть теплая, потом ее нужно смыть без ощущения того, что у вас как-то дискомфортно лице, так что тоже это Корея, обязательно попробую, девчонки, и вам расскажу. Я помню, у меня были подобные маски, по-моему, от компании Гарьер и Ленивея. Так что вот так, вот следующее, что я хочу показать, и это, знаете, это вот, я не знаю, как назвать, это вот у меня такой вот набор масочек, в общем, тоже его купила буквально на днях, и спешу с вами поделиться. Я сейчас, особенно вообще в осенне-зимний период, я пользуюсь кислотами. Для меня кислоты в уходе, это как бы такой неотъемлемый этап за собой, да, за кожей лица. И когда я пришла в магазин, я когда увидела то, что у них есть вот такие вот масочки, я не помню, сколько они стоили, обязательно тоже вспомни, если напишу. Ну так вот, я купила себе вот такое вот количество масок. Тут у меня 4 маски с витамином С идёт, с витамином В и с витамином Е. Сейчас о каждой расскажу. В общем, это у нас тоже идёт... А кто производитель? Импортнёр. Это китайские маски, девчонки. Вот это китайская маска. И что у нас делать? Это двухслойная маска для лица с витамином С. Способна подтянуть кожу лица, делая более эластичной, упругой. Рекомендовано использовать для зрелой кожи. Использует... Даёт эффект как лифтинг ухода. Посмотрим, девчонки. Я одну протестю, посмотрю, как с ней будет. А может быть, вот эти вот остальные я просто подарю девочкам, которые постарше. А может быть, просто их все воспользуюсь, потому что витамин С это просто тот антиоксидант, точнее, это тот продукт, который добавляет сияние кожи, собственно говоря. Я его либо делаю в масках, сама делаю. У меня тоже есть самоделочная маска с витамином С. Я, конечно, ссылку по возможности оставлю под видео. И поэтому я решила взять вот эту вот маску. Её, в общем, нужно нанести на 20 минут. Потом мы просто смываем её, и всё, по-моему, нужно её смыть. Снимите, распределить остатки так. Просто можно стереть. Не требует смывания, но я всегда подобные маски смываю, потому что не люблю я вот это вот на лице. Подействовала, умылись, нанесли свой крем. Так что вот такие вот масочки я себе приобрела. И следующую маску, которую я себе купила, это с витамином, была Е. Двуслойная маска с витамином Е. Так, интенсивно питает и придаёт естественное сияние и естественный блеск. Выравнивает цвет лица. Тоже обязательно её попробую. Тоже наносится на 20 минут. И с витамином В. Что она у нас делает? Способна подарить вашей коже молодость и красоту. Будет, ну, в общем, она придаёт отдохнувший вид лица. Так что, ну, посмотрим, что это за маски. И, конечно же, все первые впечатления вы увидите у меня в Инстаграм. Если они подписаны, подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы быть в курсе того, какие у меня первые впечатления об этих продуктах. И там зачастую я могу оставлять какие-то отзывы уже на тот или иной продукт. Так что вот так вот. И это ещё, девчонки, не всё. У меня ещё есть масочки, которые я прикупила. И это фирма Цитуа. По-моему, так она называется. Вот так вот. Вот это фирма, собственно говоря, Цитуа. У меня ни разу ничего не было от этой фирмы. И я решила попробовать их в три маски. На самом деле, вот так вот делать, девочки, нельзя. Если вы берёте какие-то маски, их нужно брать хотя бы штуки три, для того, чтобы точно понять, что и как она работает на вашей коже. Но я, так знаете, взяла по одной штуке. Проверьте хотя бы, будет у меня на них раздражение или нет. Ну так вот, увлажняющая маска у нас для лица содержит экстракт алоэ, сахарного клёна, очищающий и очищенный секрет улитки для сухой кожи лица. Так, её нужно наносить на 10-20 минут, потом вмассировать остаток для кожи, чтобы она впиталась. И можно нанести пальцами даже остатки для нашей шеи. То есть, это экстракт алоэ, обеспечивает интенсивное увлажнение сухой кожи и помогает ей удерживать родную влагу. Посмотрим, девочки, выглядит эта масочка вот так. Кто пробовал данные маски, тоже мне напишите. Интересно будет знать ваше мнение. Я вообще дико помешана на улитках, как вы знаете. Когда я вижу вот таких вот улиточек, я прям тут же хочу себе купить эти продукты с улиточками. Так что, вот так вот. Следующее, это ягодная маска для лица, подходит даже для чувствительной кожи лица, восстанавливает и успокаивает чувствительную кожу. Так, что у нас содержит? 5 ягод, голубика, ежевика, земляника, малина и асай, а также кленовый сироп, который помогает смягчить, восстановить и защитить кожу. Я знаю, что кленовый сироп употребляют мужчины, у кого там проблемы с их... Ладно. Так что, обязательно попробую и тоже вам, девчонки, расскажу. Ну и, конечно, так как я обладательница проблемной кожи, да, у меня бывают периодические высыпания. Кстати, вот эту маску на 10-20 минут наносим. Эту маску мы наносим тоже на 10-20 минут. И вот это для проблемной кожи содержит масло из листьев чайного дерева, экстракт киперия у сколистного иван-чая, устраняет загрязнения, споры и успокаивает кожу, собственно говоря. Попробую и обязательно вам расскажу, девчонки. Но дизайн, конечно, у меня какой-нибудь такой девчачий, такой милый, такой прикольный, мне понравилось. Так что вот так вот. Маньяк масок. Набрал себе опять кучу масок. И буду все пробовать. И потом буду вам все рассказывать, как они стоят, своих денег или нет. Вот так вот, девчонки, вот такие у меня были покупки. Надеюсь, данное видео для вас было интересно, немножко полезно, может быть, в чем-то. Так что, если вы на меня еще не подписаны, но вам было со мной интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Также, если вы не подписаны на мой инстаграм, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Там какие-то первые впечатления о продукции, которые я пользуюсь. Но также я вам желаю хороших и выгодных покупок. Берегите себя и своих близких. Я вас всех люблю, целую, увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. До новых видео, всем пока-пока.